В очередную годовщину праздника обретения честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского святейший патриарх московский в Северуси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. На телеканале «Союз» велась прямая трансляция патриаршего богослужения. Родоначальники, духовный отец монашества Московской Руси, учитель сонма святых и наставник русских князей, подвижник благочестия и великий молитвенник. Все это Сергий Радонежский. В день очередной годовщины обретения честных нетленных мощей преподобного Игумена Чудотворца соборно и молитвенно почтить память святого в основанной им троицкой обители собрались многочисленные епархиальные архиереи, наместники монастырей и духовенства Русской Православной Церкви. Возглавил богослужение священно-архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мощи преподобного Сергия были обретены 5 июля 1422 года при преподобном Игумене Никоне и временно поставлены вначале в деревянной Троицкой Церкви. Затем после освящения в 1426 году Каменного Троицкого Собора были перенесены в него, где и пребывают до ныне. И каждого из прибегающих с верой к его чудотворным мощам он исцеляет и возрождает, исполняет силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной духовности. К преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати Господней, во все времена шли и продолжают идти на поклонение тысяч людей для назидания и молитвы за исцелением и помощью. Знаю, что 18 июля, день преподобного Сергея Радонежского, оставляю все свои дела и еду в Троицкий Сергий Лавр, для того, чтобы поклониться честными его мощам. Помолиться за своих близких, за своего духовного отца в первую очередь, за всю свою духовную семью, за всех своих близких, родственников. Тем более сегодня у меня день памяти моей бабушки, почешу, по твоей душу. Тоже я прошу молитву преподобного Сергея Радонежского, чтобы он там помогал ей. Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому радонежскому угоднику и чудотворцу. Благодатные животворящие токи от основанной им Троицкой обители распространяются по всей православной Руси. Мы веруем, что он помогает, и помогал, и будет помогать и нам, и всем нам, православным христианам. И Россию нашу поддержит в наши теперешние сложные времена. Как поддерживал раньше, так и будет поддерживать. Бывая на него, надеемся на него, веруем ему. И у Господа нашего, Иисуса Христа веруем. За литургией в Успенском соборе Троицы Сергеевой Лавры святейший патриарх Кирилл рукоположил во пресвитера Диакона Евгения Мурзина, клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Москвы. По традиции, в день праздника богослужения также совершались во всех других храмах Свято-Троицкой, Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. В Троицком соборе, в Сергиевском трапезном храме, в Духовском и Покровском академическом храмах, в храме преподобного Иоанна Лествичника и в Черниговском скиту. По окончании богослужений святейший владыка с балкона патриарших покоев обратился к участникам торжеств с первосвятительским словом, в котором сердечно поздравил многочисленных паломников святой обители с великим праздником Днем Памяти Святого Преподобного и Богоносного Отца нашего Сергия Игумена Радонежского. Он был простым монахом и занимался совсем не утверждением человеческой власти, и не занимался ничем, что связано было с укреплением сил. Он душу свою спасал вот в этих местах, где мы сегодня с вами собрались в таком множестве. Он снижал дары Бога, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Давайте только вдумаемся в каждое из этих слов, за ним же стоит целый мир.